Здравствуйте, Артем Олегович. Как вас точно зовут, скажите мне? Даша? Меня зовут Елена. Елена, понятно. Слушаю вас, Елена. У меня вопрос по созданию отношений. Не получается создать гармоничное отношение, ну, точнее, семью, я бы так сказала. То есть мужчины меня видят, с мужчинами есть взаимоотношения, но, ну, как я понимаю, как я это чувствую, что, ну, дело во мне, понятно, как будто бы я просто в итоге свожу на нет. И я не могу понять, то ли это, ну, какого-то качества во мне не хватает и, соответственно, не притягивается тот мужчина, которого я могла бы полюбить. То ли я просто разучилась любить, то ли так держу свою свободу. Ну, короче, я тут уже кучу себя перебрала. Вот. И что-то сегодня еще отмечала в процессе эфира. Ну, про женственность. Возможно, не проявляю свою женственность, свои эмоции. И что-то еще у меня было в записи. А, вот. То, что, как правило, меня выбирают, а я уже откликаюсь на, ну, на симпатии сразу мужчины. А сама, как бы, ну, сама не выбираю отношения. То есть вот приходишь. А что же в этом плохом? Что не выбираю? Выбирайся, да. Выбирайся потом, когда вас выбрали. Нет, ничего плохого нет. Нет, просто я подумала, что, может быть, ну, поэтому ко мне не притягиваются те мужчины, тот мужчина, которого я смогла бы полюбить. Не совсем так. Алян, сколько вам лет сейчас? Тридцать шесть. Тридцать шесть. Самые длительные отношения сколько у вас были? Длительные были пять лет самые. Ну, а самые хорошие отношения, которые вы можете вспомнить, где вам было хорошо? Где не было, где не было. Ну, в общем, ну, вот они и были. Вот они и были. Как этого молодого человека звали? Вадим. Вадим. Представьте, что вы вышли замуж за Вадима. Как ощущения? Ну, просто наши отношения были, ну, на мой взгляд, просто, ну, как, они были гармоничные в плане наших ощущений, но этот человек был значительно меня старше, и, ну, я не смогла с ним, ну, не могу представить, что я с ним живу всю жизнь из-за вот этого большого, большого разница. Слушай, а замужество это что, всю жизнь? Ну, да. Не всегда. Не всегда. Да, то есть люди могут расписаться, потом может что-то произойти. 15 лет прекрасно прожить в браке, и потом, мало ли что, умер кто-то или еще что-то произошло. Миллион вариантов бывает. И, понимаете, у многих вот это вот сказочное представление есть о браке, что вот главное с одним-единственным и на всю жизнь. И вот на этом мифе очень много чего разрушается. Главное то, что ты умеешь строить отношения и развиваешься. И через пять лет это не будет тот Вадим, который был пять лет назад, понимаете? И для того, чтобы строить отношения, надо сначала строить отношения с собой. И тогда тебе, если с собой интересно, то тогда попутчик с собой вместе развивается. А если ты пытаешься застолбить уже смерть свою на кладбище, да, под одной табличкой, то отношения на этом не построят мифи никакие. Потому что вы в этих иллюзиях себя замораживаете, и вы боитесь вступить туда дальше, потому что для вас это все закончится уже на кладбище через 20 лет, и как будто это уже наступило. Ну, тут не про кладбище, а про то, что это такое, ну как, на перспективу, да, не на год-два-три. Я понимаю, но тем не менее, тем не менее. Сколько Вадим лет был тогда? Ну, Вадим на 20 лет мне старше был. Ну, есть он еще, он есть. Вот полно браков, полно браков, где люди 30 лет разницы имеют, 25 имеют. И прекрасно себя чувствуют, не заморачиваются на эту тему вообще. То есть, то, что вот какая-то идеализация отношений в вашей голове присутствует, она вас и не пускает в развитие отношений. А важно, что вот сейчас тебе с человеком хорошо, и ты понимаешь, какие у вас есть там цели, ну, на 3-5 лет вперед. Тебе они понятны. Так почему бы эти там 3-5 лет, не загадывая там на 40, куда 50, прожить, кайфануть и развиваться в этом направлении? Ну, а вот этот поиск гарантий сказочных, да, что они расписались, рогерились чуть ли не в один день, не умерли в один день, ну, это большая редкость. И зачем вот цепляться за такой идеальнейший вариант, как кажется, да, хотя полно других, не менее идеальных, которые, может быть, у вас. И поэтому вот эти вот страхи и, знаете, детские представления, они не дают вам раскрыться в взаимоотношениях, вы боитесь просто-напросто выйти замуж. Ну, да, возможно, и это, но если взять последующие отношения, то, ну, то есть я не испытывала какой-то влюбленности, прям вот такой любви к людям. Это было просто как, ну, я хочу замуж, я общаюсь с человеком, но в итоге все равно все там, либо мы отдаляемся друг от друга, прям физически в разные города разъезжаемся, ну, либо просто ничего не складывается. Лена, вы мамы хотите стать? Да. Да, а вы можете себе представить, что вот мужчина подходит, и ваш ребенок, может быть, на него похож, а не на вас? Да, могу. Вы когда-нибудь думали об этом? О том, что ребенок, может быть, похож на отца? Да, да. Нет, не думала. Вот, а вы подумайте об этом. Тогда вы быстрее будете видеть, как надо развивать отношения для того, чтобы они были гармоничны, потому что материнский инстинкт – это один из экстинктов, которые женщину, ну, отношения создаются не на детях, вот это есть такая крайность еще, мы ради детей, нет, но в том числе и это там появляется. И когда вы чувствуете эту перспективу, что вот да, вот этот мужчина, он точно будет отцом моего ребенка, многие женщины это чувствуют сразу, осознаем, тогда быстрее все, ну, как бы точнее все складывается, и когда у вас это чувство есть, вы себе сами будете, сами же себе больше доверять. Это вопрос не социальных гарантий, это вопрос не к тому, чтобы там жить вечно, или чтобы там все говорили, какая им идеальная пара. Вообще не об этом тема. Тема о том, чтобы выбирать своим сердцем и кайфовать, быть готовы к этому. А все остальное сложится, неизвестно, что будет через полгода, в каком-то смысле, но можно это создавать, понимаете, о чем я говорю. Вот наш первый герой был Эдуард, да, я год назад там работал, он тоже не понимал, что там будет в этой Польше. Но когда человек идет в эту историю, он ее создает, самое лучшее будущее – это то, которое ты создал сам, но надо этого не бояться. А что в замужестве женщина ожидает? Общий быт, общие дети, доверие, секс и какие-то планы. Ну пусть они будут не на 45 лет вперед, но хотя бы на 5. Что в этом плохого? Да ничего плохого. Ну, то есть мне получается, есть человек, да, и я с ним общаюсь, но чувство любви, оно не возникает. Вот что, что, тогда просто я с ним расхожусь и все, ну как бы… Если вы понимаете, что вы хотите любить человека, и если это, допустим, мужчина, который вам предлагает руку сердца, а вы не чувствуете его рядом с собой, вы не видите с ним общих детей, прям вот не чувствуете вы это, ну это будет честно по отношению к нему. Логично? Ну да. Может вам надо месяц подождать, но обычно все вот сразу происходит. Раз идет это, сердце, как говорится, сердце не обманешь. И тогда вы чувствуете перспективу, вы готовы войти в свой новый опыт, довериться этому, потому что семья – это создание взаимоотношений с человеком, которого вы ранее вообще не знали, он был чужим. Но когда у вас в результате взаимодействия возникает доверие, и от этого происходят дети, вы инвестируете в это время, и вам это нравится, потому что это ваш выбор. Вы не будете его обвинять в том, что он какой-то не такой. Никогда. Вы будете понимать, что вы сами выбрали человека, и вы можете с ним создавать отношения, какие вы хотите. То есть быть инициатором. Качество, уровень, планки какие-то ставить, перспективы и так далее. И мужчина, он как правило это чувствует, ему хочется тянуться даже за планками, которые ему стать женщиной, они могут казаться нереальными на первое время, но это его стимулирует. Вы в него верите, вкладываясь в какие-то моральные силы, дайте ему поддержку, все у нас получится и так далее. Это очень важно. И тогда люди чувствуют себя как членами одной команды, и все вместе решают. Быть честным с собой и с партнером. Да, конечно. И тогда вам будет легко. Зачем брать себе, подстраиваться, и лишь бы не ушел вот эта вот вся чушь. Потом перерождается то, что мужчина либо изменяет, либо пьянка пьянствовать начинает, потому что ему некомфортно. Потому что он антидепрессант для женщины, а не мужчину рядом. Петрушка, ну-ка потанцуй рядом со мной, чтобы мне было весело. И все сказали, какая у нас хорошая семья. Так не работает. Так только проблемы умножатся, и у людей возникают разногласия большие. Они чужими становятся через какое-то время. И потом страшно бросить общий быт, деньги и так далее. А гармония семейная – это не про это. Это про доверие, это про любовь, это про открытость. Это про выбор ваш собственный. Потому что гармоническая семья – это союз двух самых достаточных людей, которые сами это выбирают каждый день. И если вы в этом плане создаете качественную основу, вы лично, то, как правило, такой же партнер рядом с вами. Есть над чем подумать. Поэтому все в вашем случае несложно. Все очень просто. Никогда, говорю, даже у всех ваших героев, которых есть, вы реально можете представить, что кто-то из них, с кем вы потом познакомитесь, может стать отцом ваших детей. И ужас. Они не будут на вас похожи, а на него больше. Тогда все хорошо. Уже вам будет гораздо проще. Хороший маркер. Тогда вы проще этому процессу доверитесь. И не будете там пугаться. Благодарю. Удачи вам тогда. Смелее. Спасибо. Счастливо. 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 Счастливо.